Прошло совместное расширенное заседание Люберецкого союза журналистов и комиссии по информационной политике Общественной палаты округа. В ходе встречи присутствующие решили ряд организационных вопросов и обсудили планы на будущее. Кроме того, совещание посетили сотрудники Роскомнадзора, которые рассказали о грядущих изменениях в законодательстве. Глаза милициста. Так называется проект, который позволяет талантливым школьникам публиковать в газете «Люберецкая панорама» свой личный взгляд на жизнь. За полезную инициативу и хорошие статьи члены местного отделения Союза журналистов Подмосковья наградили кураторы из самых одаренных ребят из 4-го лицея. Далее председатель Люберецкого отделения Союза журналистов Подмосковья Рустам Хансферов подвел итоги 11-й медианедели. После чего члены объединения приняли в свои ряды еще одного единомышленника. На этот раз им стала руководитель Тамилина ТВ Елена Манукян. Затем участники встречи обсудили ряд организационных вопросов и мероприятия, которые пройдут до конца 2017 года. В ноябре будет проходить торжественное мероприятие, наверное, в ЦДЖ, по случаю 60-летия Союза журналистов Подмосковья. 20-го пройдет премия Мельникова в Раменском традиционная. На совместном заседании также выступили представители Роскомнадзора. Этот орган контролирует работу средств массовой информации. Люберецким журналистам они рассказали об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в следующем году, а также напомнили об основных требованиях в сфере массовых коммуникаций. Основная у нас с вами статья, это статья 4-я законная СМИ, недопустимое злоупотребление свободы массовой информации. И приведен, собственно говоря, перечень видов запретов, то, что нельзя в СМИ публиковать, для чего нельзя их использовать. И с Нового года также она дополняется уже частью 8-й, это статья, что у нас запрещается распространение в СМИ, а также в сети интернет, информации, содержащие предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции. Кроме того, представители Роскомнадзора рассказали о размерах штрафных санкций, которые могут коснуться нарушителей, а также ответили на вопросы, волнующие сотрудников Люберецких СМИ. Анна Троян, Митрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки, будьте в курсе самых важных событий.